Слив огромного перечня информации к Нарябрьскому обновлению, финальная точка в вопросах миникарты, решение проблемы с Дюпом, а также новый розыгрыш ключей к New World. Об этом и многом другом мы поговорим буквально через минуту, но вначале мне бы хотелось передать слово своему постоянному спонсору. Как известно, там где собираются двое, сразу возникает экономика. Поэтому едва появились первые онлайн игры, народ тут же принялся строить виртуальный капитализм. Сначала все торговали на доверии, вскоре это царство лохов, то есть молодой рынок, наводнили мошенники всех мастей, тут же превратив его во что-то среднее между Диким Западом и Вестеросом. Все норовили развести всех, прежде чем разведут их. В результате мораль в комьюнити падала, а подозрительность напротив росла. Так появились гаранты. Они предлагали проследить за тем, чтобы и продавец, и покупатель в результате получили обещанное, и никто никого не обманул. Но у одних гарантов навык мошенничества был прокачан настолько, что позволял кинуть обоих участников сделки сразу. У других же комиссия была такая дикая, что это почти напоминало кидалово. Да и мир не стоял на месте. Новые игры выходили постоянно, и в каждой была своя валюта, ключи от кейсов, питомцы и прочие золотые автоматы. Ну и, конечно же, свои 120 уровней, которые нужно было вкачать. На поиск нужного предмета или услуги теперь требовалось времени больше, чем, собственно, на игру. Приходилось сидеть в тематических форумах, ловить предложения и при этом еще следить, чтобы тебя не кинули. Затем появились магазины. Торговать стало безопаснее, но их ассортимент вызывал смех, заказы обрабатывались медленно, зато наценка была конская. Короче, гроб, гроб, кладбище, гейм-овер. Но это пока биржа фанпэй не появилась. Эти ребята вместо людей посадили роботов, чтобы те обработкой заказов занимались. Кормить роботов не надо, так что и комиссию за сделку установили небольшую. Потом прикрутили контроль безопасности, как гарант, только кидать не умеет. Ну и ассортимент расширили настолько, что магазинам только локти кусать остается. А главное, даже если у одного продавца нужный товар закончился, его можно попросту взять у другого. Короче, больше никакой головной боли. Только фан, профит и любимые игры. Как вы, наверное, знаете, прошедшая неделя была довольно жаркая на события. Даже мне досталось от преданных фанатов New World. Дело в том, что один из пользователей опубликовал на официальных форумах информацию по поводу свободной генерации золота и ресурсов. Проще говоря, дюпа. Из-за кривой системы сообщений об ошибках, а она, как вы уже поняли, работает через форумы, где с проблемой может познакомиться любой желающий, в течение двух суток в игре происходила беспрерывная генерация реагентов для профессий. Занимались этим, конечно же, не все, а наиболее корыстные или просто омерзительные личности. Тем не менее, СМИ информацию подхватили и начали подавать ее в массы, как огончательную смерть детища Амазон. Некоторые же выходцы приватных проектов потребовали немедленного вайпа, или, другими словами, обнуления прогресса для всех игроков. К счастью, на New World работают не совсем альтернативно одаренные личности, а поэтому к нению сообщества они не прислушались, и просто написали коротенький скрипт, который изъял из экономики все ресурсы и золото, а также выписал профилактические блокировки всем любителям халявы. Кому-то повезло больше, и его отправили на покой всего на сутки, а кому-то меньше, и он отлетел навсегда. Так или иначе, но с ущербом довольно быстро и беспроблемно разобрались. Часть же действующие публики до сих пор считают, что игре конец. Короче, гроб, гроб, кладбище, геймовер. При этом забывая, что до последнего дюпа, который был искусственно раздут различными СМИ и блогерами, было еще два, и их как-то пережили без особых проблем. Впрочем, кроме заделывания дыры в экономике, разработчикам предстояло решить еще одну проблему. Дело в том, что Amazon старательно решают проблему с одной ошибкой и создают 10 новых. Из-за этого в обновлении 1.04 образовалось огромное количество дыр, позволяющих игрокам не только наносить тонны урона и исцеляться от любых атак противников, но и всеми возможными способами портить окружающим игровой процесс. Решить эту проблему и создать новые был призван патч под номером 1.05, и вы удивитесь, но после его установки старые дыры заделали, а новые не появились. Получается, аллилуйя. Если же серьезно, то даже я очень сильно удивлен тому, что в игру внесли ряд корректив, а также исправили старые ошибки и не навладели новых. Во всяком случае, на момент выхода ролика их вроде как не обнаружено. Что интересного принесло обновление? На самом деле, много чего. В первую очередь, разработчики решили множество старых проблем, включая проблему с характеристикой под названием Resilence. Ранее она не только снижала получаемый критический урон, но и обычный урон от атак. Из-за этого лучшей экипировкой в игре считалась фракционная броня и легендарные тяжелые доспехи. Сейчас проблему исправили, и теперь бои заиграли совсем другими красками. Я ходил на Outpost Rush до и после исправления, и надо сказать, что теперь он играется просто невероятно. В общем, словами это не описать. Вам нужно попробовать самостоятельно, так что если не заходили, после обновления 1.05 марш в игру тестировать PvP. Кроме этого, разработчики услышали игроков и в вопросах стоимости смены талантов и атрибутов. Теперь на последнее действует постоянная скидка в размере 60%, а на первое в размере 75%. Таким образом, перекинуть атрибуты можно на 60 уровне всего за 200 золотых вместо 500. Хорошо ли это? Как по мне, это прекрасно. Ведь теперь вы можете менять их под профессии и под активности, не переживая, что останетесь с пустыми карманами. Самым же главным изменением стало появление ограничения на аукцион. Теперь им нельзя пользоваться, если ваша учетная запись моложе 72 часов. По заверению разработчиков, за этот промежуток времени они смогут распознать бот-программы и заблокировать нарушителей. Таким образом, любители легкой наживы должны довольно быстро и относительно безвредно для экономики отправляться в блокировку. С другой стороны, в игре множество серьезных проблем с ботами и читерами. Ребята, покупающие автонаводку для мушкетов по цене в 2000 российских рублей, становятся все большей обыденностью. Дополняет же картину стартовые пляжи популярных миров, на которых одновременно может находиться до нескольких сотен бот-программ. Нечто подобное я видел в World of Warcraft во времена дополнения Draenor. И честно говоря, мне кажется, что масштаб проблемы в New World все-таки больше. Нет, поверьте, я не принижаю количество ботов в Гундраке или Чертогах Молнии, но здесь их реально больше. Некоторые отдельные пользователи сообщают, что по локации могут передвигаться целые конвейеры из бесконечно создающихся бот-программ, которые завершают свой цикл на миссии про аукцион, выкупая предметы, которые принадлежат их создателю. Кстати, вы же не знаете, зачем они созданы и как работают, верно? Дело в том, что какие-то англоязычные умельцы догадались, что можно поднять около шести сотен золотых за выполнение стартовой цепочки квестов в New World. Цепочка при этом пробегается приблизительно минут за двадцать, если не совершать глупых ошибок и знать, как лучше всего с ней справиться. После этого в клиенте нашли дыру, которая позволяет запустить сразу несколько учетных записей New World, а дальше процесс поставили на поток. Бот заходит, создает персонажа, проделывает цепочку заданий до аукциона и на нем выкупает зафиксированную сумму лот, установленный хозяином. Хозяин получает золото и продает его, а в это время бот удаляет персонажа и запускается по второму кругу. Довольно сложная и нестандартная программа, во всяком случае для меня, как игрока из World of Warcraft. В прошлом пункте я обратил ваше внимание, что разработчики перекрыли аукцион для свежих персонажей, что по идее должно частично решить проблему. Однако они нашли и уязвимость, благодаря которой запускается сразу несколько учетных записей. Оказалось, что данного эффекта можно достигнуть с помощью семейного доступа из Steam. К сожалению, для детища Amazon его пришлось отключить, ведь другим способом побороть нашествие ботов сейчас не представляется возможным. Впрочем, есть и другая причина для его отключения. Оказалось, что с помощью семейного доступа, а также смены почты, можно разблокировать учетную запись самостоятельно в любое время. Да, серьезно, вы до вчерашнего дня могли выйти из любой блокировки, просто использовав семейный доступ и сменив почту. Проблема со сменой почты вроде бы решена, а вот вопрос с семейным доступом пока решается. Так или иначе, разработчики трудятся над этим вопросом, и нужно сказать, что в целом обычных игроков это не касается. Кстати, пользователи, которые достали свои учетные записи из блокировок, уже получили их по второму кругу, и теперь без возможности их снять. Как вы вероятнее всего знаете, у меня в новостных роликах есть хорошая традиция. В каждом выпуске я обязательно разыгрываю ключи для New World. Неделю назад проведение этих мероприятий решила профинансировать гильдия Альянса из World of Warcraft под названием Тишина. В связи с чем мне были выделены средства для закупки 10 делюкс изданий New World. 5 мы разыграли в прошлом новостном выпуске. Итоги, кстати, будут подведены в понедельник, так что вы еще успеваете принять участие. Еще 3 мы разыграем сегодня, а оставшиеся 2 можно будет получить на моих прямых трансляциях на наступающей неделе. Что же нужно сделать, чтобы принять участие в розыгрыше ключей? Все, что от вас потребуется, это 3 простых действия. Вам необходимо нажать на лайк под этим видео, написать комментарии, состоящие из любого слова, цифры, буквы или символа, главное цензурного, иначе YouTube не пропустит, а также обязательно подписаться на канал. Приз можно будет забрать как в виде цифрового издания игры, так и в рублевом эквиваленте, если он у вас уже имеется. Результаты будут подведены 15 ноября на прямой трансляции, а также их можно будет посмотреть в разделе сообщества на YouTube. Кстати, вам может показаться, что участие в этом розыгрыше не имеет большого смысла, но поверьте, после того, что вы услышите в следующем пункте, вам очень захочется поиграть в New World или подогнать его кому-то из друзей. Так что не будем с этим затягивать. Вы пока делаете все, что нужно для участия, а я перехожу к рассказу следующей новости. В большинстве своих роликов, а также на прямых трансляциях, я стабильно упоминаю про то, что во всех уважающих себя MMORPG есть такая фишка, как патч первого месяца. По сути своей, это обновление, которое включает в себя определенный контент. Это может быть оружие, локации, подземелья, рейды, сюжетные задания или новые поля боя. Зависит от игры. Здесь самое главное, что разработчики этим действием показывают сообществу, что они хотят и готовы работать над своим детищем. Фактически это просто жест. Красивый, но все-таки жест. В мире New World этот жест перенесли. Предполагалось, что мы увидим его в конце октября, но из-за количества ошибок Amazon сообщили, что переносит его предположительно на середину ноября. По всей видимости прогноз оказался точным, ведь в файлах игры после обновления 1.05 нашли множество нового контента, а на форумах и в иных официальных заявлениях начала появляться информация о том, что именно планируют добавить в New World. Информацию далее мы разделим на официальную и на то, что нашли датамайнеры. Для начала про то, о чем уже сказали представители Amazon. В первую очередь будут внесены коррективы в PvP составляющую игры. Разработчики заметили, что игроки в подавляющем количестве не заинтересованы во включении онова в открытом мире. Amazon ценит право выбора каждого игрока, поэтому они хотят использовать мягкий способ мотивации пользователей. С видением обновления в игре будет увеличена удача для игроков, использующих PvP режим. Таким образом, поймать редкие материалы из друс-руды или выбить более ценные награды из сундуков будет гораздо проще в том случае, если вы готовы сразиться с противником. Также разработчики понимают, что любое сражение приводит к издержкам поломки экипировки. Дабы компенсировать увеличенное количество стычек, броня будет гораздо дольше изнашиваться от битвы с другими пользователями. Еще одним бонусом для тех, кто не боится сражаться с другими фракциями, станет возможность повышения уровня экипировки за счет убийства других игроков. Сейчас так называемый гирскор можно увеличивать только методичным убийством существ по всему миру и в экспедициях. После же обновления вы сможете набирать его и за счет убийства других игроков. При этом команда Амазон понимает, что и этого может оказаться недостаточно. Если игроки все так же будут воздерживаться от использования PvP режима, команда обещает изменить часть запланированных будущих активностей в открытом мире таким образом, чтобы в них могли принимать участие только пользователи с включенным PvP. Про какие именно активности идет речь не уточняется. Думаете это все крутые изменения? Нет, это только начало. В самом ближайшем будущем все аукционы свяжут между собой. Ранее разработчики планировали использовать концепцию удаленных городов, которая подразумевала бы перевозку ресурсов из одной локации в другую для более выгодной продажи. Однако из-за формирования условных столиц концепция оказалась провальной. В связи с этим от нее было решено отказаться и теперь вы сможете торговать в любом городе. Отличаться будут только налоги, а значит вам нужно будет выбирать город исходя из них. Кроме этого Амазон пришли к выводу, что на текущий момент налог на жилье очень большой. И в некоторых локациях наценка от гильдии приводит к невозможности иметь свой собственный угол. Дабы решить эту проблему, было решено увеличить интервал между платежами за дом. Раньше он составлял 5 дней, а теперь 7. Цена кстати остается без изменений. Заметили разработчики и проблему с переизбытком некоторых ресурсов. Например с медом и молоком, которые производятся в больших количествах в городах. Их даже не нужно покидать для их получения. Чтобы избавиться от этой проблемы, разработчики решили снизить количество получаемого меда на 50%, а молока на 65. При этом вы все так же сможете собирать их в открытом мире. В будущем будут пересмотрены и другие реагенты, которые в том числе можно добыть путешествуя по просторам игры. А теперь немного новостей для любителей ПВЕ составляющей. Ваши и наши мольбы были услышаны. Теперь в ходе прохождения экспедиции низкого уровня, вы будете получать на 25% больше золота. А за закрытие финальных экспедиций, рассчитанных на игроков 60 и выше уровня, вы будете получать на 100% больше золота. Таким образом убийство одного босса будет приносить вам почти 3 сотни золотых, что, как вы понимаете, довольно много. Вы, кстати, можете заметить, что не всем из нас получится ощутить на себе это изменение, ведь проходки для экспедиции стоят безумных денег и требуют невероятного количества реагентов. Так вот и эту проблему собираются решить. С приходом обновления их стоимость в реагентах снизится в разы, а предметы, необходимые для их создания, начнут выпадать чаще. Касается это и осколков с разломов. Следовательно, уже совсем скоро мы сможем почти без проблем посещать все доступные в игре экспедиции, и между прочим, это очень важно. Знаете почему? Потому что датамайнеры вскрыли клиент 1.05, и нашли в нем целых 6 новых экспедиций, которые ожидают нас в обновлении. Две из них вы уже знаете. Первая это Зейнейт, расположенная в Бримстон Сэнс. Предполагается, что именно эта экспедиция станет первым рейдом в игре. Вторая это Изабелла Слеер, которую можно будет обнаружить в Шаттерит Маунтин. Исходя из названия, легко догадаться, кто в ней будет финальным боссом. Правда, я до последнего момента буду надеяться, что и в этой битве она выживет, ведь ее я вижу именно финальным боссом текущей версии игры. Дополнительно вы сможете посетить Эриданус Кавернс в локации Реслэш Шор, Барнаклс энд Блэк Паудер в Катлас Кейс, а также Фрозен Пасседж и Анхоли Дипс в Грейт Клифф. Не знаю, сколько из них будут рассчитаны на игроков максимального уровня, а сколько порадует новичков, но рост их количества впечатляет. Отмечу, что в прошлом сливе на закрытом бета-тестировании было найдено всего три экспедиции. Две из них есть в этом списке, и они его возглавляют. А еще одна находится в локации, которой в обновлении не будет. Кстати, в Римстон Сент все-таки добавят. Информация от датамайнеров подтверждает то, что она официально завершена. Более того, от них же мы знаем, что в ней будут целых четыре новых ресурса для добычи. Правда, для чего именно они будут нужны, пока не уточняется. Вместе с этим в игре появится целых три оружия. Кинжалы, пистолет и перчатка пустоты. Я предполагал, что ведут всего два оружия, но рост их числа это просто колоссальный плюс. Двуручный меч, правда, придется еще немного подождать, но надеюсь вас это не расстроит. Ведь впереди вас ожидает еще целых 20 новых комплектов брони. Часть из них, скорее всего, окажется в магазине, но некоторые предметы очень напоминают фракционную броню. А значит, есть определенная доля вероятности, что мы увидим в магазине нашей фракции еще один уровень репутации. И напоследок, я, конечно же, оставил самое вкусное. Держитесь, сейчас будет лучшая информация, на которую лично я очень надеялся, и наверняка многим из вас она придется по душе. Хотя я много раз утверждал на прямых трансляциях, что разработчикам не по силам ввести это в Нью Ворлд, но им это удалось. Клиенте обнаружили уздечку, седло и корм для лошадей. Вы же уже поняли, к чему я веду, да? Весьма вероятно, обновление первого месяца добавит в проект верховых животных, а значит путешествовать по миру станет в разы удобнее и быстрее. Вторая же новость еще мощнее. Именно ее я хотел услышать, и именно про нее я вел беседы на многих прямых трансляциях и во многих подкастах в качестве приглашенного гостя. Датамайнеры раскопали зоны для ПВП-арены. Рано радоваться, у нас еще нет информации по форматам и наградам за сражение, но уже сейчас можно сказать, что впереди нас ожидает возможность блеснуть навыками. Какая же новость сможет затмить такую невероятную информацию про предстоящие обновления? Честно скажу, никакая. Однако есть и еще одно изменение, которое надо обязательно затронуть в этом ролике. Как возможно вспомните, команда Overwolf на запуске New World разработала специально для него модификацию, которая позволяла вживить в проект миникарту. Amazon почти сразу же после объявления о ее выходе сообщили, что она нелегальна. Тем не менее, вместе с этим они начали переговоры с командой разработчиков этой модификации. Спустя три недели после начала беседы, Amazon опубликовала официальное заявление, которое гласит, что эта миникарта теперь легальна. Вы вольны установить ее в любой момент по ссылке в описании, и можете абсолютно спокойно ей пользоваться. После переговоров были добавлены определенные изменения, которые не позволяют отображаться на карте ряду ресурсов, что по идее должно сделать игровой процесс интереснее. В остальном же она не изменилась. Кроме этого, над ней поработали и сами Amazon, сделав ее безопаснее и запретив интегрировать в нее различные сайты и информацию с них, что раньше могло повредить вашему игровому процессу или даже вашему компьютеру. На этой прекрасной новости я заканчиваю свое видео. Если оно вам понравилось или было полезно, обязательно поставьте ему лайк, а также поделитесь своими впечатлениями в комментариях. Кроме этого, не забывайте про подписку, ведь она не только мотивирует меня к скорейшему созданию нового видео, но и позволяет вам поучаствовать в розыгрыше ключей к New World. Заранее спасибо за вашу активность и до очень скорой встречи.